Сила Мига Альсин Манос прислал нам ролик, его название нас поначалу не впечатлило, но всё поменялось, когда мы поняли, что ракеты парень применяет не те, которых все так боятся. Он использует неуправляемые ракеты для штурмовки и сбивает ими самолёты. Причём получается отлично. А ещё у него получилось победить в Тандершоу, а значит заполучить 5000 орлов. Все мы видели ролики со сбитием самолётов из пушки танка. Многие даже делали подобное сами. Но ведь подобная просто случайность, мимолётная удача, которая улыбнулась танкисту. Если, конечно, мы не говорим о Никите Антонове. Этот парень стабильно сбивает крылатых врагов, словно уток в детском тире. Страшно подумать, на что он способен, если дать ему настоящую зениту. Надеемся, мы с ним в бою не пересечёмся. А пока переведём Орлов на его счёт. Поздравляем! Возвращаясь к теме выстрелов через карту, у нас на очереди ролик от Владимира Германа. Этот боец закинул снаряд во вражескую команду с самого начала боя. Навесиком. И не просто попал в цель, а отправил снаряд в окно разрушенного дома. Вот это мы понимаем. Знание баллистики — помноженное на везение. Достойные награды. Золотых Орлов скоро отправим. Хотите немного вертолётного экшена? У Димка Киллер получилось заснять кое-что очень крутое. На верном К-52 он, держась пониже, подкрался к вражеским позициям, а затем практически в упор расстрелял танки нарами. Шесть фрагов за полминуты. Солидный счёт. Пять тысяч золотых орлов за полминуты ролика — тоже неплохо. Скоро закинем на аккаунт. Чтобы развить тему авиационных ракет, нам понадобится помощь Тарантино. Парень, заметив скопление вражеской авиации и далеко впереди, решает испытать удачу и пускает сразу все четыре снаряда. Казалось бы, дистанция шесть с половиной километров. Ну каков шанс того, что хоть одна попадёт в цель? Но этот ролик же попал в Тандер-шоу. А значит, удача оказалась на стороне автора. И не только в бою. Пять тысяч орлов — хорошее подспорье для любого игрока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok